МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный Эдуард Стрельцов. В 21 год знаменитый футболист. Казалось бы, он олицетворял мечту каждого советского парня. Деньги, слава, заграничные поездки, да еще и титул олимпийского чемпиона. Все изменилось в один день. 25 мая 58-го года. Потом были суд, приговор, тюремная камера и лагеря. Любимец трибуны женщин получает срок за изнасилование. Мне только единственный вот здесь вот сказал, говорит, мама, не мне, говорит, надо сидеть. Вот единственный он мне где сказал? Не мне, говорит, надо сидеть. Ну, что вы делаете? Так вот. Процесс был закрытым, а приговор предельно жесткий. 12 лет. Имя баловня Фортуны вычеркивают даже из футбольных справочников. Кто-то очень хотел стереть даже память об этом человеке. Такая фигура умолчания. Это был удар Стрельцов. Вот что-то такое, о чем говорить нельзя. Стрельцов вину признает и теряет право на реабилитацию. Его дело не будет пересмотрено никогда. Но мы проведем собственные расследования давней истории. Покажем материалы уголовного дела и проведем их юридическую экспертизу. Очевидцы и свидетели тех событий впервые поведают о неизвестных обстоятельствах того рокового дня. Арест и задержание подозреваемых на базе футбольной сборной страны провели быстро. Никаких мер не принимай. Будем докладывать в управление ЦК. Центральный комитет партии дали указание. Ну а в чем все-таки истинная причина резкого поворота в судьбе молодой звезды советского футбола? От всеобщего обожания и к лагерям, и забвению на долгие годы. Правда ли, что его судьба решалась на самом верху? И на каком узком повороте сошлись пути дорожки Никиты Хрущева, хозяина Кремля, и паренька с заводских окраин? 30 мая 1958 года по коридорам Бутырки конвойные ведут молодого человека в спортивном костюме. На свитере крупные буквы СССР. Охрана с удивлением узнает в тюремном новичке Эдуарда Стрельцова, лучшего нападающего футбольной сборной страны. На следующий день команда улетит на чемпионат мира в Швецию. А ее главная надежда на долгие годы останется в заключении. Старая кинохроника. Тот самый май 1958 года. Сборная перед чемпионатом мира. На этих съемках Стрельцова нет. Вместе с еще двумя игроками основного состава, Огоньковым и Татушиным, он уже в следственном изоляторе. Туда их увезли прямиком с тренировочной базы в Тарасовке. Мы знаем, что спортсмены, народ горячий. Я поехал, как говорят, не один, а с оперативными работниками. Пригласили их, ребята вот так вот так. Никаких сопротивлений. Мы все готовы, поехали. До отъезда на чемпионат мира оставалось 4 дня. Под объективом кинокамеры лица игроков сборной. Вроде бы спокойны, сосредоточены. Лишь много лет спустя эти люди расскажут правду. Какие переживания остались тогда за кадром. Три человека, они выбыли из команды. И, по сути дела, подвели команду наше выступление. Потому что тут срочно надо было менять. А менять не на кого было. Последние такие сообщения были о том, что это там было подстроено вроде. Что же произошло накануне ареста футболистов 25 мая 58-го года? Утром того дня с тренировочной базы в Тарасовке команду отпускают в Москву для примерки парадных костюмов. Потом свободное время. Стрельцов договаривается провести его с партнерами по сборной. Спартаковцами Татушиным и Огоньковым. Откуда в этом сюжете, в этом страшном моменте появился Миша и Боря Татушин, Миша Огоньков? Я понимаю, он ниоткуда там с неба. Они все в сборной в одной команде. И эти два товарища были старше Эзика. У него друзей было предостаточно. Встреча назначена в центре Москвы у магазина «Российские вина» на улице Горького. Но приятели задерживались. И Эдуард собрался было ехать домой на Автозаводскую. Словно предчувствовал подступающую беду. Но не уехал. Видно, в тот роковой день судьба держала Стрельцова крепко. Вот он мне говорил, что у него было очень плохое настроение. И чувствовал, что надо поехать домой. Но он обещал, что он их подождет там около российских вин на улице Горького. И он поехал с ними без так большой радости. Что-то он чувствовал. Припоздавшие приятели появляются каждый на своем москвиче. С ними симпатичные девушки. Инна и Ирина. А также друг детства Бориса Татушина – летчик Эдуард Караханов. Тот приглашает всю компанию к себе на дачу в подмосковный поселок Правда. По дороге подхватывают еще двух подружек – Тамару и Марианну. Они-то и станут потом центральными фигурами уголовного дела. Мы в одном подъезде с Эдиком жили. Он говорит, вот на даче были там прочее. Я говорю, ну и что? Ну, я, говорит, женщиной был. Я говорю, ну что, нормально все, нормально все, так, хорошо. Сначала молодые люди устраивают пикник со спиртным на берегу Тишковского водохранилища. Следователи потом так и не смогут выяснить, кто сколько выпил. Пили все и много. К девяти часам вечера уже теплая компания отправляется на дачу Караханова. Молодежь разбивается на пары. Огоньков с Тамарой, Стрельцов выбирает Марианну. Девушки вроде бы открыто симпатизируют знаменитым ухажерам. Ясно, я говорю, молодые ребята. И они, да, были с девушками. И девушки подтвердили, что все, так сказать, у них было на добровольных. На добровольных. Вот вот все. Следующим утром, 26 мая, игроки сборной собираются на Ярославском вокзале и электричкой добираются на тренировочную базу в Тарасовку. Все сразу обращают внимание на странный вид Эдика Стрельцова. Вид у него был, в общем-то, так потрепанный, помятый. Он был поцарапанный. На одном из пальцев кисти у него был откушен ноготь. Лева Яшин говорит, а что ты в таком виде? Почему ты поцарапанный? Почему у тебя откушен? А он говорит, Лев Иванович, я накануне был у бабушки, и там меня кошка поцарапала. А он говорит, ничего себе кошка. Футболисты едут в электричке и не догадываются, что из мутищ на базу в Тарасовку на всех парах мчится милицейская машина со следственной группой и оперативниками. Пришел я на работу. Звонок с отдела. Говорят, что у нас есть потерпевшие. Эта девочка начала рассказывать. Где-то на рассвете. С лицом стал к ней приставать. Она говорит, я категорически оказалась. Он мне нанес удар в лицо. Я вроде того, что была в шоковом состоянии. Он меня изнасиловал. Дело набирает неожиданно стремительные обороты и большой политический резонанс. Все трое подозреваемых футболистов тут же получают пожизненную дисквалификацию. Хотя следствие только начинается. Хотя, в принципе, опять-таки, довольно туманная история туманной ситуации с Эдуардом. Еще раз говорю, вся эта история полностью не подтвердена в отношении Эдуарда. Вот такая случилась невероятнейшая беда, с которой я просто не хочу никак согласиться. Отчего же современники тех событий так и не поверили официальным объяснениям происшествия на той подмосковной даче. У каждого из них были и есть свои предположения об истинных причинах многолетней опалы знаменитого футболиста. А опытные юристы и сегодня не находят в деле Стрельцова серьезных обоснований для неожиданно сурового приговора. 12 лет заключения. Откуда взялась вот такая мера? Она просто неоправданно жестокая. Человек не был судим. Все-таки могли бы условить назначение наказания ниже низшего предела. Это сделано не было. Наоборот, наказание отихчили. Итак, вечером после пикника на Тишковском водохранилище изрядно подвыпившие молодые люди перебираются на дачу. Там веселье продолжается. К ночи Стрельцов уединяется в спальне на втором этаже с Марианной. По своей ли воле она пошла с Эдуардом? Что об этом говорят материалы следствия? Она перед этим буквально вот тут же проводила время на досуге, распивала спиртные напитки, строила глазки определенные. То есть такое вот поведение, которое, ну, по бытовому, можем считать таким провоцирующим. В уголовном деле есть показания подружек потерпевшей. Одна пишет, что Марианна, читаем, сама пошла со Стрельцовым. Целый день была с ним, ела с его вилки, ходила в его пиджаке. Сама села к нему на колени. Другая свидетельствует. Я увидела, что они выполняют половой акт. Уточняю, это было уже во второй раз. А в первый раз я увидела это, будучи на террасе. Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марианны. Вот я с Эдиком говорил по ситуации с тем, как произошло. Он достаточно откровенно мне сказал, что там не было никакого изнасилования. Там не было изнасилования. И потом, какое может быть изнасилование, когда девушки добровольно приезжают, проводят время, выпивают и так далее, и тому подобное. Просто появилась возможность. Красивый. Эдик был красив, как мужчина. И вообще так, я должен сказать, очень привлекательный как человек. В следительских показаниях есть еще один важный эпизод. Через некоторое время после того, как Эдуард и Марианна ушли на второй этаж, туда же поднялся и хозяин дачи. Караханов ночевал в той же комнате. Мог ли он тоже воспользоваться беспомощным состоянием девушки? Дело, конечно, не было искусственно создано, не было сфабриковано. И доказательства виновности стрельцового изнасилования были. Была биологическая экспертиза. Доказанный факт. Почему-то рано утром в пять часов Марианна пешком одна уходит с дачи домой, в Пушкино. Подружка Огонькова Тамара попрощалась с компанией еще раньше. Ночью ее отвез на своей машине Татушин. На этом вся история могла бы и закончиться. Но она только набирает ход. И очень быстро разрастается до скандала всесоюзного масштаба. Сначала в дело вмешивается мать Марианны. Пришла домой. Вся в синяках. Подтеки. Мать спрашивает, где что получилось. Вот она ей рассказала. Она говорит, что я вроде и не хотела заявлять в органы милиции. Но мать настояла. Показания подружек Марианны в уголовном деле свидетельствуют о том, что она вроде бы не противилась Стрельцову. Но мать настаивает на заявлении. Возможно, ей руководило не только желание отомстить за дочь. Конечно, девушка рассказала, с кем проводила время. Видный парень, футболист, игрок сборной страны. А на знаменитых да богатых всегда большой спрос. Безусловно, они были обеспечены лучше, чем любой другой спортсмен. Надо подойти к концу игры и посмотреть, как встречают футболистов, выходящих со стадиона. Им обязательно огораживали эту зону. Я даже ее до сих пор запомнила. Буква Е. Это или ложь, или такое место. Железными такими решетками. И они так медленно, лениво, всегда пижонисто выходили. И вот стоят девушки. Красотки разные. И длинноногие, и коротконогие, и красивые. На скамью подсудимых Стрельцов сядет один. Против Татушина не было никаких обвинений. Огонькова же спасает второе заявление Тамары. Дескать, оговорила почем зря. Вот оно, в материалах дела. Прошу считать мое заявление, поданное вам об изнасиловании меня гражданином Огоньковым, неправильным. В действительности изнасилования не было. А заявление я подала, не подумав. За что прошу меня извинить. Подпись. Здесь же и отступная жертва Стрельцова Марианна. Я ему прощаю. Известно, что к Марианне в Пушкино приезжала мать Стрельцова, Софья Фроловна. Объясняла, сын недавно женился, у него есть маленькая дочка. Слезно умоляла забрать заявление. Ну и вроде бы уговорила. Но к тому времени ситуация начинает развиваться уже помимо ее главных героев. Приговор Стрельцову был вынесен уже заранее. Так что судье потом останется только юридически его оформить. Пришел Строганов, был начальником отдела полковник. Я ему доложил. Он говорит, никаких мер не принимай. Будем докладывать в управление. Дескать, футболист. Идет подготовка на чемпионат мира. Звонит в обком партии. Канатопу Василий Иванович был секретарем обкома. Тот говорит, нет, я решать эти вопросы не буду. Надо звонить в ЦК. Стали звонить в ЦК. С ЦК комитета партии дали указание. Принять меры по закону. Отчего же дело Стрельцова получает столь громкий резонанс? Такого рода скандалы власти обычно предпочитали скрывать. Моральный облик советского спортсмена должен быть всегда чист. А здесь не только приговоры и пожизненная дисквалификация, но еще и публичное осуждение. Руководители спортивных федераций разъезжаются по тренировочным базам других сборных страны, чтобы до всех донести официальную точку зрения. Говорю, на построение у нас президент, генерал Бакланов, вышел и стал докладывать о ЧП, произошедшем в Москве, в футболе. То, я говорю, он даже споткнулся, потому что он так краем уха слышал, с кем я там дружу, или слух произнес эти три фамилии. Лидия Иванова, девичестве Калинина, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, в то время невеста футболиста Валентина Иванова, который в связке со Стрельцовым составлял блистательный дуэт нападающих сборной и московского торпеда. Валя, мой Иванов, очень переживал. Они уже так славно гремели на всех своих играх. Плюс такая красивая, такая, казалось бы, беззаботная, хорошая жизнь. Ну, подумаешь, немножко они там хулиганили, ну, подумаешь, они там выпивали. Но все-таки они брали себя в руки, приезжали на сборы. Футбольную карьеру Стрельцов начинает в неполные 16. Через год юный нападающий московского торпеда становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Дебют в сборной. И в первой же игре молодой талант забивает три мяча. Худенький, стройненький и очень красивый. Игра его была совсем другая. Бельканто, когда говорят, прекрасное пение. У него было Бельканто в футболе. Его пасы, его остановки, его этим каблучком откидывать на Иванова, на Митревеле. Это было великое пение. Великая симфония футбольной игры. Они создавали великое произведение. На глазах у всех. Трибуны ликуют. Болельщики в восторге не только от игры Стрельцова. Невероятный взлет мальчика из коммуналки, как мечта всего послевоенного поколения, о другой жизни иных временах. Как предчувствие после сталинской оттепи. Они совпали, конечно, с новым временем, потому что, во-первых, жизнь сразу изменилась в 1953 году. По-другому стали одеваться, появились иностранные вещи. Он был частью этого времени. Новые картины, и вот новый футболист. Нового склада. Он был одет как стиляга. Он был скоком. Он был, значит, в роскошном костюме. Они были приметы нового времени. Осенью 56-го – пик славы Стрельцова. Победа на Олимпиаде в Мельбурне. Заслуженный мастер спорта в 19 лет. Его зазывают в разные команды. Обещают золотые горы. Эдуард наотрез отказывается уходить из торпеды. Но попытки заполучить к себе успешного нападающего продолжаются. Ну, было, что и провоцировали. «Динамо» у нас же как МВД, а ЦСКА – это армия. Отец говорил, что в армию в ЦСКА меня не могут взять, потому что у меня плоскостопие. А раньше с плоскостопием в армию не брали. А «Динамо» – ну что, МВД только одно могу сделать – сфабриковать что-то. Ну, вот здесь тоже вот это, вот случай. Очень много свидетельств, что тоже было это дело все сфабриковано. В феврале 1958 года, за три месяца до ареста, как ушат холодной воды. Комсомольская правда печатает фильетон о безобразиях знаменитого футболиста. Футболиста пьет, скандалит, зазнался. Не по заслугам. И Стрельцов сам дал к этому повод. Понимаете, это все молодость. Это все наше происхождение. Допустим, многие из нас произошли из-под сахи, как я всегда говорил. В коммуналках жили по несколько семей, росли че знает как. Мы имели то, что имели. И вдруг появляется все. И мы теряем голову. Не могу сказать об Эдуарде, что у него закружилась голова. Многие просто вокруг него кружили ему голову. Эдик-то великий, Эдик такой. Эдик был простой, простой парень. Он был еще к тому же, знаете, я бы сказал, что это был большой ребенок. Большой ребенок. Публикация Комсомолки выходит под заголовком «Звездная болезнь». Страну словно готовят к предстоящим событиям. Суд над Зазнайкой и Дебошером должен вызвать понимание. Читали, знаем. Мера наказания, вот эта, она была просто не суровой. Она была, конечно, жестокой. Думается, что, конечно, здесь политическая составляющая, она, безусловно, была достаточно серьезная. А может, и определяющая. Реанимировали прекращенное дело о хулиганстве. Значит, это уже, конечно, говорит о том, что, в общем-то, все-таки преследовали цель такой показательной порки. Решение о суровом наказании молодого, но уже известного на всю страну футболиста, принимается на самом верху. Выше некуда. Форцева доложила, значит, Крущеву. Крущеву сказать, доказать. Вот и все. Решение о суровом наказании Стрельцова принимает лично Хрущев. Почему? Чем мог так досадить ему молодой футболист? Талантливый, знаменитый, но всего лишь футболист? И случайно ли, что эти события происходят в середине 58-го, когда в руководстве страны обостряются скрытые противоречия в оценке сталинского наследия? Я вообще допускаю, что здесь Хрущева подставляли. Подобные поступки не прибавляют популярности политическому лидеру, который как бы позиционировал себя по-другому, чем Сталин. А тот он сажает национального героя. Тут только все вернулись из тюрьмы, только началась как бы новая жизнь, и вдруг сажают Стрельцова. Как ни странно, одной из причин высочайшего гнева могли стать успехи советских олимпийцев в Мельбурне. Там сборная СССР впервые обошла всех в командном зачете. И очень помню эту красивую волну приемов, когда все это было. У нас и правительство чествует, и народ чествует, и потому что они золотыми медалями, мы золотыми медалями, они уже заслужены мастера спорта. Но все расчудесно, конечно, все было красиво. Высшее руководство чествует своих героев-олимпийцев. Но соратники уже подсказывают Хрущеву. Надо бы, дескать, укоротить чемпионов. Некоторые из них слишком много о себе возомнили. А должны бы понимать, что это триумф всего народа. Если Сталин в свое время поставил на место победителей полководцев, то и в спорте не должно быть неприкасаемых. Конечно, Хрущев тоже подумал, ну вот они выиграли Олимпиаду, всем дали ордена. И как-то спортсмены себя почувствовали такими героями. Надо как-то было эти гайки завинти. Пример Стрельцова будет наукой для других звезд. Знайте свое место. Вам далеко не все позволено. Не зарывайтесь. Нужно было кого-то наказать. И наказать серьезно. Потому что его, его величие тогда в стране, оно, наверное, для многих было не самым приятным явлением. Потому что в угрожающих размерах достигла его популярность. И вот кумир нации за решеткой. Предупреждение подействовало. И болтать лишнее, особенно о политике, и шумно собираться с обязательным спиртным, спортсмены стали с опаской. И о Стрельцове теперь стараются не вспоминать. Даже некогда преданные болельщики. Я знал, что есть какой-то потрясающий футболист, великий футболист. Но он почему-то сидит в тюрьме. За что он сидит в тюрьме, я не знал. Тем более, никто мне, мальчишки, это не объяснял. И действительно, это было что-то такое, о чем говорить нельзя. За годы заключения Стрельцов меняет несколько зон. Отношения других сидельцев к Эдуарду вполне уважительны. Что вроде бы никак не совпадало с привычными понятиями о позорной статье за изнасилование. Обычно Шустиков Виктор, он с ним в хороших, очень добрых отношениях. И он брал маму Эдика и ездил вместе с ней в лагерь. Мы когда задавали вопрос, Витька так махнет рукой, да ладно, ничего, он там нормально. Ничего, ничего, футбол играет в лагере. Дошло до нас слух о том, что он там заболел. И он, говорит, изменился очень. В 61-м у заключенного номер 1311 появляется шанс на амнистию. Выходит, новый уголовный кодекс РСФСР, который меняет сроки наказания по многим статьям. И это дает шанс Стрельцову. По всем канонам его должны были выпустить. При принятии нового закона вот эти дела, которые по указу проходили с 49-го года своими вот этими, чрезмерно репрессивными санкциями, должны были быть пересмотрены. И при наличии политической правой воли, в общем-то, Стрельцову можно было снизить меру наказания до трех лет и выпустить тут же. Тем не менее, Стрельцов продолжает сидеть и выходит на волю лишь зимой 63-го года. Освобождается условно досрочно. Если снова согрешит, отправит обратно. Но пока суд соглашается с тем, что наказание сделало из заключенного совершенно другого человека. Это заметили и друзья. И мы даже не знали, как его встретит, когда он вернется. Он уже стал обрюзший, лысоватый. И, можно так сказать, обиженный судьбой. Потому что, если он раньше, у него был светлый лик, он улыбался, у него чуб белый, это великолепный, добрая улыбка, глаза веселые, то здесь абсолютно противоположность. Уголовное наказание Стрельцов отбыл. Но экзекуция продолжается. Великого игрока и на свободе держат под строгим присмотром. Показательная порка еще не закончена. Эдик к нам приезжал в гости после тюрьмы. Какая-то была некоторая неловкость. Валя за этот период не выпал из седла, из футбольного. Это очень важно. А он в это время, к сожалению, мало того, что потерял самый ценный для него футбол. И не создал семьи, когда уже у него росла где-то на стороне, получается, дочка. Первая жена с дочерью уходит от Стрельцова вскоре после суда. Выйдя на волю, он женится второй раз. В 1963 году, мне это хорошо запомнилось, это был 12 февраля 1963 года, мы с ним познакомились. И он пригласил меня к себе в гости. Ему всего 26 лет, и он мог бы вернуться в большой футбол. Однако пожизненную дисквалификацию не снимают. Давняя поговорка оборачивается для Эдуарда новым, почти буквальным смыслом. Жизнь прожить, не поле перейти. Когда я был совсем маленьким, мы жили здесь недалеко. Отец приходил сюда тренироваться. Он меня тоже брал. Я здесь вот около бровки, этой трибуны не было. Вот по этой бровке бегал. Ну, а так, пару раз пытался мне показать удар пяткой. У меня что-то не выходило. Теперь он в одиночку пытается вернуть себя прежнего. Единственное, что позволено олимпийскому чемпиону, это играть в заводском первенстве ЗИЛа за команду строительного цеха. Можно еще Стрельцове пару слов сказать. Тоже ведь казнили человека ни за что, с точки зрения вот того. Ну, у нас в футболе здесь как раз, можно сказать, оно совпало. Звездность и отношение власти. Робкая надежда на перемены появляется после смены руководства в Кремле. Хрущев посадил, так, может быть, Брежнев простит. Так оно и вышло. Ходокам за Стрельцова новый генеральный секретарь будто бы сказал, если слесарь после тюрьмы может вернуться к работе, то почему нельзя футболисту? Леонид Ильич, в отличие от предшественника, был страстным болельщиком. И вот Стрельцов снова выходит на поле в сезоне 65-го. В 28 лет второй дебют. После тюрьмы и семилетней паузы. Такого в советском спорте еще не было. Великий футболист возвращается и в сборную. И трибуны вновь рукоплещут прежнему любимцу. Но теперь он совсем другой. Его обида, его обида, осталась у него на всю жизнь, до смерти. Он не мог его изменить уже, выбыть из головы и заставить себе сделать другое что-то. Ему становилось уже неуютно. Неуютно даже с нами. Потому что мы, как ни говори, все-таки более успешными стали в жизни, чем он. У нас не было за спиной ни тюрьмы, ничего. У него эта тягость. С большим футболом Стрельцов закончит в 32 года после тяжелой травмы. Вне поля толком себя не найдет. И до конца дней так и не сможет понять, что за жернова перемололи его судьбу. Ну, потерял я пять лет, да, потерял. Но еще два года не разрешали играть. Вот только я не пойму, из-за чего не разрешали играть. Официально не разрешение. Ну, вот от кого? Сверху, наверное, откуда-нибудь. У нас же низ не решает, у нас сверху решается. Это последнее интервью Эдуарда Стрельцова. В июле 90-го он умирает от рака легких. И в последние минуты жизни прошепчет главное. Когда уже сказали все, прощайтесь. Вот. Он сказал ей одно только. Рай, я ни в чем не виноват. Это сделал не я. А как известно, перед лицом Бога никто не врет. Тогда, в мае 58-го года, ни сам Стрельцов, ни другие участники злополучной вечеринки не отрицали интимных отношений Эдуарда с Марианной. Но никто не видел, кто нанес ей жестокие побои, ставшие отягчающим обстоятельством. Если у пары весь день складывались вполне мирные и близкие отношения, то с чего бы потом завязаться драки? А рано утром Марья Анна сбежала домой, ничего никому не сказав. Мне это дело непонятно, хотя, в общем, в то время, может быть, и ко всем строго относились, невзирая на личности. Но думаю, что там его вины почти не было. Если женщина едет за город 40 километров с ночевкой, так сказать, потом какие-то претензии предъявлять. Но я, например, вины его не признаю. Поначалу у милиции в подозреваемых был еще и хозяин дачи, летчик Караханов. Он ведь тоже провел ночь в спальне на втором этаже. И биологическая экспертиза показала идентичность анализа крови его и Стрельцова. Но после того, как в дело вмешался Никита Хрущев, Караханова из разработки следователи убрали. Так кто же на самом деле избил девушку, спровоцировав последующие события? Это сделал не я, признался перед смертью Стрельцов. Почему же на суде он не отвергал обвинения? Был уверен в том, что его спасут? Вытащат из неприглядной ситуации, как это случалось раньше. Вся его жизнь в сущности вот этот характер это плата за независимость. Но неосознанную независимость. Он считал, что так естественно себя вести, но он знаменитый футболист, все должны его как-то любить, он же ко всем расположен. Так других и не посадили. Была такая возможность, но посадили его. Это показывало всем стране, что незаменимых людей нет. Возможно, продолжение следствия показало бы совсем иную картину случившегося. Но вмешательство партийных инстанций сразу направило дело в заданном сверху направлении. Знаменитый на всю страну футболист оказался очень удобен как ритуальная жертва для страстки других звезд. Качелина вызвали в ЦК. Он был главным тренером сборной СССР в чемпионате мира 58-го года. И заводил ЦК. Задал вопрос ему, причем постановочный такой. А что, нам нужны футболисты, которые нарушают режим и выпивают? Нет. А нам нужны футболисты, которые насилуют? А Габрил Дмитриевич сказал, что нет. 1960-й год. Париж. Сборная Советского Союза следом за Олимпийскими играми выигрывает Кубок Европы. Никто тогда не сомневался, у этого поколения игроков впереди новые достижения. Разве можно было тогда предположить, что этот успех последний? И больше они ничего уже не выиграют. Посадка Стрельцова и все, что с ней связано, как будто надломило его сверстников. В конце 50-х молодой талант выслушал приговор всему послевоенному поколению. Слишком много возомнили, и они стали осторожны. Может быть, слишком осторожны для больших побед. предпочитают. Продолжение следует...